приветище и сегодня мы поиграем с тобой в новую игрульку мне кажется она классная и тебе тоже понравится называется на аутер уилл нажми е чтобы проснуться вот это луна ты видишь там какой-то корабль взорвался на три части у разнесло афи и вон одна часть она куда-то падает вам видишь-видишь-видишь куда же она упадет падает 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 короче мне кажется что мы пойдем туда и найдем эту капсулу или я не знаю ну короче то что оторвалось от корабля ого это чего у нас тут сварщик что сидит это кстати не человек это инопланетное какое-то существо у которого четыре глаза и она палку греет на костре поджарить маршмеллоу маршмеллоу кстати кто не в курсе это зефирки а вот они кстати сами зефирки а как мне это сделать а вот я могу жарить отлично палки смотри кручу верчу вот и весь геймплей собственно и мы сидим у костра и жарим зефирочку а подожди нет мы еще не жарим нам нужно вытянуть палочку костру вот так вот мы вытягиваем ой 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 кажется я спалил потушите мою зефирку кажется да и я сжег зефир блин можно мне новую зефирку заменить вот так то лучше кстати обрати внимание на мою руку она у меня тоже какая-то инопланетная то есть я не человек похоже что у меня тоже четыре глаза так вот так вот тихонечко тихонечко да что ж такое то потушить съесть отлично мы кажется нам понравилось чуть не не взблюнули мы зажарили точнее спалили зефирку и селью все хватит можно мне да нет я не хочу насаживать зефир ну отпустите меня пожалуйста все я съел все я ухожу спасибо надо поговорить с этим чуваком саланец его зовут что он нам расскажет привет пилотом как тебе предстартовая ночевая под звездами да вроде ничего нормально даже не верится что уже настал день запуска кажется что только вчера тебя приняли в космическую программу и вот ты уже начинаешь самостоятельно путешествие нифига сия кажется космонавт ну что поднимешь эту красавицу в небо все готово только скажи а тормозные двигатели точно исправлены ой неполадка возникла всего-то один раз и потом еще пару раз но это же не повод бояться до конца дней вот так вот да ты у меня типа главный инженер косячный ладно тебе надо еще получить код запуска которую роговик выдает в обсерватории без них не улетишь попрощайся там со всеми что ли и неси сюда коды ну вот началось уже день что ли наступил нифига си как тут быстренько время то летит значит получается это наш главный инженер по ракете он видимо с нами путешествует да нам нужно достать коды для ракеты походу нам туда наверно пойдем съездим нужны коды запуска а вот для чего когда запуска нужны ясно я же могу на себя посмотреть да оу нифига си я вижу свое тело я похож на маленького инопланетного гномика шахтера какого-то это кстати мой спальник в котором я спал чё там солнцем то чё оно так странно непонятно то входит то заходит тени какие-то в общем ладно как мы высели нам нужно достать коды по всей видимости нам идти сюда все прикинь солнце зашло за горизонт вот и ночь наступила обалдеть можно какой здесь медленный точнее быстрый солнечный день здрасте а вы кто поговорить с людо ты с людо и людка давай поболтаем о это ты как мне кстати зовут славец говорит ты сегодня улетаешь на своем корабле жду не дождусь запуска я кстати тоже дожду не дождусь ты же летишь в космос летишь точно не придумаешь не не передумаю это хорошо у нас давно никто не летал в космос я очень-очень хочу посмотреть на запуск я тоже хочу посмотреть правда я буду в кабине лететь прямо очень хочу хочешь популярен хочешь поуправлять моей моделью славец говорит что она прям как настоящая только пожара можно не бояться ну давай попробуем как это сделать вот пульт модели корабля хорошо значит мы сейчас будем управлять мини корабликом а вот смотри впереди стоит кораблик о нифига себе прикольно так и куда нам нужно улететь на нем просто полетать что нажимаем пробел ничего не происходит вперед в бок короче могу лететь вперед нажимая вправо работает левый двигатель влево правый двигатель ух как все запутано а как вверх то полететь как вверх как вверх а вот control это вниз shift это вверх о все полетели в космос уехарный не моё и все уничтожил чувак я кажется твою ракету снёс повторим видал да телепортнулась ракетка как быстро еще разочек попробуем медленно аккуратненько долетим сейчас тобой до первых флажков все посадочка готова летим дальше вот сюда да что ж такое то опять все не по плану пошло все окажись я я налетался хватит меня сложная у тебя мини-ракета вот это посадка наверное поэтому зланец не против что ты летишь на настоящем ну конечно же он хочет чтобы я угробил самого себя на он пойдем вниз я там видел чувачка какого-то тоже инопланетного видимо мой товарищ который тоже хочет чтобы я свалил с этой планеты что ты нам расскажешь ты ты супец варишь пахнет знаешь чем свеклой вареный какой-то милый как дела говорят ты собираешься оставить нас и отправиться к звездам когда вернешься надо будет нам с тобой и жилой посидеть за бутылочкой хорошего я хочу только к одной звезде другие слишком далеко еще одна метафора убитого имя лексической точности надеюсь удача будет с тобой счастливого пути короче все со мной здесь прощается ох нелегка жизнь космонавта о дедуль а ты нам что расскажешь ты что правда полетишь на этой штуке то господи сейчас ракеты взрывается реже езди учитывайте космическую программу и модельки слёд и пожаров у нас стало только больше ну ты не нагнетай а дедуль можно у тебя что-нибудь свисток подожди это чё применить камеру спутника ну-ка этот проектор связан со спутником затвор неба который находится на орбите камелька то есть мы сейчас находимся на планете камелька о боже кто придумал такое название на спутнике есть две камеры попробуйте сделать снимок нашей деревни хорошо я попробую переходим к камерам первый снимок у нас вот такой а второй второй такой ты видишь да о спутник то перемещается и каждый раз новые снимки смотри-ка классно очень классно задняя передняя камера я кстати видел что там что-то упало а вот это наша деревня прикольно очень классно сделано а есть тут что-нибудь еще интересное опа прочитать это кресло все что осталось от первого полета в космос который был завершён пилотом по имени шпат видимо этот шпат грохнулся некоторые считают что это слишком вольное использование слова полет но тот день все равно стал судьбоносным для всех камельян видимо да видимо один из космонавтов грохнулся смотри сколько здесь прибамбасов всяких крутых прям очень интересно любопытно все будет к мы все посмотрели бежим дальше здесь у нас еще о это шли сорок местный ничего себе мерги зовут этого лесоруба ну что настал день запуска гал будет по тебе скучать кстати а запуске думается мне что пусковая платформа уже устарела может пора построить новую чуть более огнеупорную например из того большого дерева я из большого дерева говорит что надо огнеупорный он говорит ну давай из дерева все внову пойдемте новую я с радостью помогу космической программе только скажи нормально у нас пусковая платформа что ты гонишь правда жаль тогда может кому-то нужно новое крыльцо большое такое крыльцо нет никому не надо я к тебе в гости зайду нет не зайду господи они тут все-таки болтун о гитарист гнейз это это женщина что ли привет юным кизмонавтом говорят и сегодня покидаешь кратер если встретишь других путешественников напомни им чтобы они ухаживали за своими инструментами так это бабка начала нам рассказать про всякие музыкальные инструменты нам это не интересно вроде бы все мы здесь всех обошли нет не всех здесь вот еще чуваки сидят так господи как же где коды мне достать тэфра привет что у нас плохого мы очень хотели поиграть в прятки но морена не дает нам сигналы скоп потому что он якобы очень хрупкий и с ним нельзя баловаться может ты дашь нам свой сигналы скоп дашь пожалуйста мы даже разрешим тебе водить ладно давайте поиграем я серьезно могу с ними поиграть ура смотри правил такие я и голеницы берем радио прячемся ты ищешь нас сигналы скопом окей кого последнего найдут тот и выиграет закрывай глаза и начинай считать ну вот я закрыл глаза нифига си перед самым пуском и я решил поиграть в прятки взять сигналоскоп берем сигналоскоп и начинаем искать слышишь да кажется не так нам туда надо идти вон они вижу засек все попался сейчас мы его найдем весь рыбак он тусит сидит а как нам к нему прыгнуть опа все я тебя нашел как это получилось меня найти я же так хорошо прячусь как здесь громко не забудь нам найти двоих пойду поищу второго держи спрятал за второй а второй у нас вот здесь да сейчас мы быстренько вычислим где ты где ты в этом на крыше что ли спрятался а нашел все побед за мной здорово спасибо за все что ли так быстро так прятки отставить нам нужно поболтать еще с рыбаком возможно у рыбака есть коды доступа но это не точно рыбак здрасте шпини рыбка 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 клюй быстрей спеть не будет веселей что теперь пора без твоей помощи быть немного тяжелее как по мне лететь лучше всего на водную планету пучина гиганта это еще почему однажды когда вся деревня а мы остановились у костра вдвоем с габро тогда-то мне и довелось услышать о первом полете габро на пучину гиганта сесть на воду получилось довольно легко но было непонятно что в глубине слишком мутно слишком темно габро захотелось погрузиться исследовать океан сначала все было нормально а потом корабль габро просто застыл на месте расскажи что было дальше я хочу узнать сейчас сейчас я расскажу я выдержу драматическую паузу вода не пропускала габро как будто у нее была своя воля она держал корабль словно защищал его от чего-то а потом во тьме мелькнуло оно щупальца чудовищные твари а мне страшно ну это все за слов габро не знаю что водится на той планете но габро до сих пор содрогается от ужаса всем нравится слушать новые истории у костра ты тоже привезли каких-нибудь хорошо я привезу страшных историй блин от этого водопада очень очень-очень-очень громко все водопад подожди кажется что нам надо подняться вон туда на самый верх там будет у нас спец с кодами четырместный ого что это такое было какие-то кристаллики что это было рассказывать смотрю по моему камни туда кидают а нифига себе нифига себе а я туда могу прыгнуть как здесь круто что здесь происходит офигеть кажется меня затягивает ой-ой-ой-ой-ой-ой я заснул вы погибли с чего это я погиб там даже таблички не было написано типа опасное место не не ступай туда все конец игры поздравляю мы с тобой очень быстро прошли эту игру ну ты же понимаешь да что это все несерьезно я дошел снова сюда поговорим сейчас с этим мальцом аркос его зовут аркос привет космонавтом знаешь что за этой оградкой находится призрачной материей знаю она менями только что вот буквально грохнула на двоих глазах жил говорит что раньше ее там был больше призрачная материя испаряется просто это происходит очень медленно надеюсь когда я вырасту от нее еще что-то останется призрачная материя это так классно призрачная материя мощная штука она может тебя испепелить да говорят если до нее дотронуться будет больно как от огня надеюсь в космосе ты на нее не наткнешься иначе это плохо кончится спасибо тебе я уже испытал и не знаю что это такое на своей шкуре так сказать что у нас здесь есть тут кто-нибудь у нас живо точно смотри это же у нас наблюдатель за звездами вам у него камеру в руках до морана привет хорошая погода для запуска правда повезло тебе я ловлю звуки с других планет сигналоскопом он настроен на чистоту покорителя дикого космоса так что можно слушать музыку путешественников прошлым вечером с пустотной сферы было слышно как рибик играет на банджо надеюсь это хороший знак иногда я слушаю другие планеты это зависит от времени суток потому что планеты видны в нашем небе в разное время сигналоскоп открут попробуй берем сигналоскоп и давай попробуем смотри планету ты слышишь да а можно другую какую-нибудь планетку вон ту например луна летит кто-то свистит кто-то на флейте играет в луне кстати свист а здесь флейта а эти еще планеты кто-нибудь отзывись ладно все хорош сигнал ловить очень интересная затея было классно но нам нужно двигаться дальше сейчас мы поднимемся сюда наверх посмотрим что у нас тут о бумажка почитать можно из лубянкова каратора на севере валит дым я схожу и проверю в чем дело можете брать пускатель разведчиков только пожалуйста не сломайте его тектит хорошо пойдем возьмем у пускатель разведчиков вот она вот эта штука применить пускатель разведчиков я чаще всего куда-то запущу туда здесь куча бумажек это видимо инструкции нам нужно с тобой их прочитать прежде чем запустить пускатель разведчика восток руины но мои это просто короче юг кратер квантовой рощи короче это просто указатели кто что где находится северо-запад гейзерные горы здесь у нас лубяновый кратер все разведчик можно пустить тех значит давай в кратер запустим я вроде бы прицелился именно в кратер запускаем он по идее должен был на экране что-то нам показать но видимо видимо он не работает на мы можем вернуть его ого снимки смотри блин а можно его вернуть пожалуйста короче мы вернули его сейчас пускаем вот он полетел и вот мы делаем снимки теперь кратер вот мы видим чтобы кратер пролетаем над ним очень интересно все хорошо мы пролетели кратер возвращаем разведчик теперь пускаем в ту сторону полетели это у нас горы точнее кратеры тоже какие-то глубиной кратер по моему это прикольная штука слушай ладно мы поняли как это все работает вернули нашего разведчика и валим отсюда в обсерваторию собственно как нам только туда добраться это еще тот вопрос о смотри а вот эта штука чуть такое применить камеру и сделать снимок о крут как блин классные тут технологии слушай так все хватит баловаться у нас здесь ого вот этот спуск там не а прыгать я туда не буду я конечно могу туда прыгнуть но вероятность того что я погибну очень велика мы идем вот сюда в зероги кейв в яму зеро о у тебя есть шлем слушай мне для космоса как раз нужен шлем это жила о хорошо что увиделись перед полетом нервишки шалят ага ну как тебе сказать все неранчут в первый раз не переживай так о твоем беспокойстве будем знать только ты и я я и бесконечность космоса серьезно ты справишься уж если о чем и волноваться так это о корабле надеюсь тормозные двигатели теперь исправны иначе сланец хлопочет слушай в пещере невесомости есть пути который совершенно ничем не напоминает сломанный шахтерский прибор надо его починить если хочешь потренироваться напоследок в невесомости спустись туда или не спускайся если и без того умеешь и монтировать корабль в открытом космосе да не менее не и конечно же спущусь ты чё спутник жди меня отлично тогда вперед и постараюсь не заработать сотрясение мозга перед первым полетом окай хорошо пойдем достанем эту штуку активировать лифт вы серьезно хотите сказать что там на дне есть невесомость вау вау как здесь красиво слушай оказывается у них планета полая здесь как в космосе так мы прибыли включить фонарик интересно здесь а ну-ка прыгнем у нифига си как я прыгаю высоко реально здесь невесомость побольше будет чем на поверхности есть тут чего зароджики надеть скафандр ничего 7 хорошо что я сюда заглянул скафандр нашел сделать рывок вниз вверх хорошо сейчас ничего не в скафандре еще и летать могу а чешуенно так все я вроде бы с этим разобрался здесь все взял а поднимемся наверх подожди чё у нас здесь наверху есть упа друган здорово ты чё в стену смотришь ее копать надо туф привет давно не виделись слушай я хочу поработать невесомости поможешь да ладно ты чё хочешь сейчас туда в пещеру что нет все в порядке отлично отлично и в порядке и кажется у него он рассудком тронулся что-то что-то не похоже ты же знаешь что я ненавижу эту пещеру зачем столько не говорить ух ну вот руки вспотели короче понятно ты сыкуха сыкуешь да ясно все с вами товарищи лентяи о или я оттуда прилетел нет а где мне кирку взять и чё мне здесь сделать надо если вообще надо ой 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 нифига себе как меня душ мантеляет так мы спуск а вон спускаемся все ниже и ниже я вижу там какой-то прибор подождите поднимите меня наверх кстати у нас здесь у костюма кончается топливо это не очень круто что вот это за прибор он не работающий очень жалко кирку тоже не могу взять печалечка спускаемся вниз все глубже и глубже и глубже о как здесь круто ноль из ноль отремонтирована короче нам здесь нужно починить вот эту штуку блин меня здесь вообще шмонтеляет слушать здесь вообще невесомости какая крайняя невесомость я бы сказал так здесь вообще нет гравитации полная невесомость во что я хотел сказать так фонарик фонарик мне здесь практически не помогает ладно при помощи костюма передвигаемся к нашим поломанным секциям вниз 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 главное камень не врезаться и чтобы мне жбан не прилетел значит чиним эту штуку нифига себе как я чиню я трубы сваривают своим взглядом отремонтирована один из трех значит где-то есть еще два повреждения и они могут быть сейчас а вон вижу еще разорвана труба сейчас мы ее соединим силой мысли нет не нет только не врезаться в трубу и ее нужно починить так надо остановиться как-то скорость с отнесена вот можем ремонтировать вот того во она внутри что ли поломана вон вижу мы внутри этой машины залетаем офигеть так скорректируем свое пространство вместо в пространстве все кажется с отнесены с отнесено как тут написано можно это отремонтирую теперь вот так-то проводки соединили склеили все тренировка в симуляции завершена отлично единственную тренировку которую я не прошел это полет на корабле ой чё-то я об чё-то ударился все мы выходим из этой пещеры и гравитация появляется поднимаемся на лифтики ээээ скафандр забрали ну так не честно я думал мне понадобится чтобы я смог улететь в космос видимо у меня в космическом моем корабле будет свой скафандр может покруче даже надеюсь на это все я все сделал тренировочку прошел ты меня похвалишь очень хорошо конечно в космосе будет посложнее главное помнить тренировки и не врезаться ни во что большое окей это я учту вижу тебе не терпится отсюда улететь возьми код для запуска в обсерватории и в путь все меня так послал грамотно этот чувак удачи там и постарайся не умереть не зря же мы тренировались правда это да обсерватория где-то вон она обсерватория нам надо туда дойти через вот этот тернистый сложный путь смотри какой дом смотри такие бревна доски какие-то страны можно туда зайти нет нельзя о я могу через верху так забраться что у нас здесь у нас здесь есть крутилка вертелка но покрутить повертеть мы ее не можем стану тогда прыгаем в речку о нифига си кажется здесь есть дамаг от падения ну то есть урон от падения это не очень круто наконец мы дошли до обсерватории что нас тут ждет бумажечки почитать можно основатели покорители дикого космоса по часовой стрелке слева в верхнем углу роговик жила сланец шпат то есть недавно совсем открыли космос эти инопланетные существа покорители дикого космоса первая и единственная космическая программа на камельке основанная ради исследования самых потаенных уголков нашей солнечной системы до некоторого времени камеля не попадали в космос не намеренно шпат первое исключение в тот день космический корабль обогнул камельёк и совершил первую из бесчисленного множества посадок на наш спутник считает что мы первые космические инопланетные открыватели галл ты похож на пирата привет покорителем космоса что пришла пора улетать автопереводчик тоже полетел в первый раз я так волнуюсь что голова кружится что завтра переводчик только представь ты сможешь переводить любые записи но май это самое ценное наше изобретение так что уж не сломай его пожалуйста так и не сломай его хорошо не сломаю ох не обращай на меня внимание просто нервничаю и это при том что это остаюсь здесь как ты себя чувствуешь а я-то прекрасно чё это хорошо мы ждали этого дня с тех пор как были песчинками посмотрим пошли ли тебе на пользу тренировки ну так чего хочешь посмотреть на новую статую но май конечно хочу у меня даже сомнений не было роговик самого утра всем говорит что статуя готова к показу это очень важная находка интересно как выглядели настоящие но май наверное это самое точное изображение которое мы когда-либо увидим смотри кажется у них была шерсть шерсть это странно кстати это первая статуя которую мы нашли без повреждений и она отлично выглядит хотя ей уже куча лет ой что от меня занесло беги корабль тебя ждет осторожно там ладно окай короче вот эта статуя но май это как тебе сказать первая цивилизация в этой солнечной системе и она выглядела примерно как-то вот так вот у них как-то странно у них третий глаз вам на лбу был окажется прикольно больше честно похоже на каких-то козлов что ли так мы зашли в обсерваторию здесь куча всего какие-то шары мы здесь можем что нибудь поделать смотрите внимательно эти шары двигаются сами по себе земля тут абсолютно ровная что может вызвать этот жуткий эффект правильный ответ луна террикон вращается вокруг нашей планеты и притягивает к себе разные объекты не пытайтесь возразить он притягивает даже вас ух как круто короче смотри что нашел очень интересная теория о солнце давай почитаем те тоже понравится и пригодится такие звезды как наши солнце производит свет и тепло превращая водород в гелий со временем водород заканчивается и звезда начинает сжиматься она вот сжимается 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 хотя в принципе это по-моему разжимается да когда ядро звезды сжимается она становится горячее из-за чего внешние слои звезды расширяются звезда становится красным гигантом когда ядро нагревается до определенной температуры гелий начинает превращаться в углерод потом а солнце приобретает вот такой вот огромное огромное просто небесное тело и если звезда достаточно массивно она начинает превращать углерод в еще более тяжелые элементы например железо в конце своего жизненного цикла звезда взрывается под собственной гравитацией это разрушительное событие называется вспышкой сверхновой по данным который сообщает кремень такая же судьба однажды постиг нет и наше солнце и в принципе и наше человеческое солнце тоже постигнет такая же судьба это все в пределах реалии можно даже представить что вот эти вот инопланетяне это мы кстати можем сюда зайти ооооо увы Cut National dólares прикольно офигеть Классно Короче, можно представить, что эти инопланетяне Где-то живут Не в нашей Солнечной системе, а в другой Неподалеку где-то от нас Классно, да? Этот камень меняет гравитацию То есть я в принципе могу Ходить по стенкам, где этот камень есть Интересно Здесь куча всего на самом деле есть Но читать это все Очень нудновато Вот эта штука интересная Все, поднимаемся с тобой наверх Нам нужно достать коды, чтобы улететь с этой планеты Нас тут уже все выпроводили И только я здесь все блуждаю А здесь собственно никого и нет Наверху обсерватории Кто же нам даст коды? А, во, не заметил тебя, чувак Это роговик Я здесь могу посмотреть карту Ну давай посмотрим Ого! Ничего себе! Наше Солнце Камелек Песочные часы Черный терновик Пустотная сфера Пучина гиганта Короче, здесь куча планет, которые На которые мы можем слетать И посетить их Это классно Кстати, ты посмотри на Солнце Там вон что-то летает Или мне кажется, нет? Что-то летает Какая-то фигулина Интересно, почему она еще не расплавилась Там же так горячо Это капец! Все, выходим с карты Было очень любопытно Интересно Могу я тут еще что-нибудь Понажимать Потыкать Посмотреть В телескоп Хотя я уже посмотрел Все, роговик Давай мне коды И я пошел отсюда А вот и ты! Предполетная подготовка закончена Погода благоприятная Пора отправиться тебе В космос, собственно В первый раз Кто-то возьмет В полет Автоперевозчик текста Но май Я с самого утра Места себе не нахожу Мы никогда не были так близко К разгадке Тайной Но май Ты и Гал Должны С собой гордиться Так что Какие планы На первый полет? Ну давай узнаем Что мы можем у него спросить Хочу узнать больше О Но май Навещу других Путешественников Постараюсь Добраться туда Где никто Раньше не был Вот это вот Очень круто Быть первооткрывателем Это всегда Офигенно Начну с чего-нибудь Скромного Пока никаких Придумаю По ходу дела Давай наверное Вот это вот Постараюсь добраться туда Где никто Раньше не был Отличный план Вариентов у тебя Довольно много Например Никто еще Не высаживался На чужака Может эта часть Выпадет тебе? К слову Если решишь Лететь к черному терновику Ни на секунду Не забывай Об осторожности Его тоже Никто не исследовал И на то есть причины Ладно Видимо Пришла пора Прощаться К счастью Сегодня отличный День для запуска Я могу ему сказать Не терпится Улететь отсюда И не терпится Умереть в космосе Ну и судя Потому что я не умею Летать на ракете И первый раз Лечу в космос Вероятность того Что я там умру Очень велика Поэтому не терпится Умереть в космосе Я не то что Люблю Суеверие Но такое Как-то неприятно Говорить перед полетом Ладно Вот твой код запуска Главное Не бойся Наши корабли Настолько безопасны Насколько Сланец Соглашается Их делать А сланец То сам Он как Руки то у него Не из жопы растут Надеюсь Удачи там Дай знать Если я тебе понадоблюсь В космосе Понадобишься Конечно Я тебе дам Сигнал какой нибудь Там Светану фонариком С космоса Тебе Не знаю Все Коды у нас есть Валим наконец-то С этой Дурдомной планеты Тут все так Хотели Чтоб я улетел Видимо О Видимо Мне здесь не очень Тайрады Вышел куда-то И здесь вот такая Вот это может Метеорит какой-нибудь Не? Че здесь? Странный камень Передвигающийся По этому гроту Реагирует На сознательное Наблюдение Все здравомыслящие Камельяне Понимают Что это Некая Оптическая Иллюзия Но По мнению Габра Камень Существует Одновременно Во всех Возможных Состояниях Пока на него Смотрит Что бы Это не значило Как бы то ни было Все согласны Что эффект Довольно жуткий Ну-ка Ну-ка Давай посмотри Я не понял А Ха Прикол Он был Офигеть Да ладно Как это возможно Ты Ты видишь Это? Офигеть Круто Очень Очень Офигенно Да Ладно Жесть Вот это Магия Очуметь Ну да Камень А Как он Перемещается Как он Это делает Меня Это Я Я прям Эмоциональную Такую Эмоциональный Сплеск Получил Все Надо валить Отсюда Где выход Нам сюда Нам сюда О Ого Че это Она к нам Повернулась Ой Батюшки Ничего себе Что Что это Офигеть Она только что Выкачала Все Что я делал Несколько минут Назад То есть Она Проверила Мое сознание Что ли Она проверила Мою память Офигеть Чудеса Какие Творят А где Здесь Чувак Стоял Кстати Куда То он Убежал Ладно Спускаемся Вниз А Вот Он Этот Чувак Эй Эй Как тебе Статуя На Мое Да Ты не Представляешь Что со мной Сейчас Было Что Эта Статуя Со мной Сделала Вообще Статуя Открыла Глаза И посмотрела На Меня Прикинь Погоди Что Статуя Сделала У нее Открылись Глаза И она Показала Тебе Твои Воспоминания В окружении Огней У тебя Что Галлюцинации Слушай Не обижайся Но ты Точно Выдержишь Полет В медицинском Смысли Слушай Я тебе Хочу Сказать Что с этой Статуей Точно Что то Не так Ну раз Ты так Говоришь Наверное Нет причин Тебе Не верить Непонятно Только Почему Все это Случилось С тобой Роговик Тебе Подтвердит Что статую Ни разу Не открывал Глаза Несмотря На все Ухищрения Так что Вряд ли Ты получишь Ответы От той Статуи Что в музее Но Габра Сейчас Вроде как На пучине Гиганта Не знаю Точно На каком Из островов Может Поговорите О том Что случилось С другой Стороны Габра Это Габра Скорее Всего Самостоятельно Ты узнаешь Больше Ох Теперь Я действительно Завидую Что ты Летишь Посмотри Может Наш Автопереводчик Поможет тебе Что-то узнать О статуе Удачного полета Хорошо Хорошо Заболтал ты Меня Под конец Ой А ты еще кто Гуляю Я такой Наслаждаюсь Природой Перед тем Как полечу В космос А здесь Какой-то Маленький Ковбой Тефра Привет Что отправляешься В полет Ну конечно Что ты Не знаешь Что ли Меня Я местная Звезда Вообще Космаз Космический Космаз И хотел сказать Местная Звезда Космаз Ай Ладно Отправляешься В полет И никогда Уже не вернешься Как шпат Что Какого черта Ты мне тут Вообще болтаешь Роговик Говорит Что шпат Уже давненько Не посылает везти Роговик Говорит Что не было Пилотов Лучше Чем шпат Но никто Не знает Что произошло В космосе Зря Роговик Тебе такое Рассказывает Роговик Тоже Это говорит Но если Шпат Не возвращается Вдруг И ты не сможешь Ты же Пилотируешь Совсем не так хорошо Будь посторожней Там Ну вот Еще и Вот такую вот Новость мне сообщил Товарищ Маленький Что некий Космонавт Который летел Передо мной Пропал без вести Это Наталкивает На какие то мысли Не очень хорошие Так Товарищ инженер Конструктор Сланец Который собрал Для меня эту ракету Ай Я отправляюсь Кажется Можешь стартовать Запуск Это конечно Захватывающе Но я хочу Скорее заняться Новым кораблем Возможно В нем Даже будет Работать Система Предотвращения Столкновений О Выговорил Это слово О май гад Ох Извини Извиняйся За то что Не смог Выговорить За него Это слово Ну все Мы можем Отправляться Подожди Давай Маршмеллоу Еще пожарим В какой-то веке Сделаем нормальную Маршмеллоу Не подожжем ее Так огоньком Я думаю Что все Да О да Наконец-то Мы сделали с тобой Нормальную маршмеллоу Под конец И можем Отправляться Ну что Пойдем Запустим Эту Ракету Ввести Коды Запуска Высоко Высоко Ого Какой у меня Корабль Классный Офигеть Ну что Отправляемся С тобой В космос Да Отправляемся Садимся Ого Ничего себе Открыть люк Ха Классно У меня тут Гравитационный Люк Который поднимает Меня в корабль Надеть скафандр Кстати Вот он Скафандр Здесь есть Здесь куча всего В этом корабле Кстати Мне кажется Что он не совсем Герметичен И здесь Пристегнуть ремень Нет Пока рановато И мне кажется Что корабль Не будет держать Кислород Но Кто знает Все из дерева Так сделано Настоящие корабли Делаются О Че там Сияют Проводки Настоящие корабли Делаются из металла Открыть Борт журнал Открываем Камелек Прочитать записи А Ну тут понятно Тут написано Что на этой планете Есть Здесь есть Деревня Пещера Невесомости Единственное поселение Камельян И главный источник Взрывов На планете Ясно Войти в режим Слухов Мы можем еще Посмотреть слухи Какие здесь есть Деревня Пещера Невесомости Ясно Короче Борт журнал Позволяет нам Узнать О Различных планетах Камень Который питает Вот этот вот бойлер А бойлер питает Собственно Корабль Энергии Чтобы здесь был свет И чтобы наши турбины Могли нас поднять Вверх В космос Баночки с едой Это отлично А где здесь Туалет пожалуйста Медикаменты Это хорошо Туалет я не вижу Мне что Вот В люк что ли В космосе Сливать Все Открывать в космос Люк И сливать Да Я так полагаю Ладно Пристегиваем ремень Все мы сели Ну что Примените Камеру Взлета Посадки Камера Пожалуйста А вот А вот она Камера Взлета Посадки Блин Еще и разберись С этим кораблем Мне так то просто Все Взлететь Зажмите Shift Левый Что Понеслась Взлетаем Взлетаем Кстати Под этим Под этим видео И конечно же Подписка Если ты Еще не подписался На этот канал Чтоб не пропустить Следующего Крутого Видео Ну а на этом Прекрасном Моменте Я с тобой Прощаюсь Продолжение следует